Бонжур 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 Как хорошему глупо идти на дочинах Какой прогноз у нас Субтитры создавал DimaTorzok Есть я и ты, а всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Есть я и ты, а всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Какой прогноз дощи или тумана Не ждёт ли нас нечаянно беда Тебя, как извержение вулкана Я предсказать не в силах никогда Главнее всего погода кроме А всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Есть я и ты, а всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Как приятно, что молодёжь знает мои песни Спасибо Как вы-то Какой прогноз, покуда небо звёздно Чего нам ждать, весны или зимы Скажи мне всё, если будет поздно То виноваты будем только мы Главнее всего, что погода кроме А всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Есть я и ты, а всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Браво! Бесподобная, невероятная, неподражаемая Легендарная, любимая всеми Лариса Долина Лариса, мы благодарим тебя за то, что согласилась сегодня быть в рядах нашего жюри И поможешь нам определить победителя сегодняшнего суперсезона и суперфинала Прошу проходить Сергею Лазару Добрый вечер, друзья! Великое переселение народов Падение Римской империи И промышленная революция Это самые значимые события В истории всего человечества Сегодня к ним добавится ещё одно Финал суперсезона Грандиозного вокального шоу Ну-ка все вместе! Сегодня мы наконец определим победителя Мы с вами, как всегда, будем наслаждаться шоу А работать будут они Самая масштабная, а значит и самая объективная жюри За всю историю вокальных проектов Наша сотня! Это представители всех музыкальных жанров и направлений Певцы, авторы, композиторы, преподаватели, лауреаты различных премий И настоящие легенды музыкального мира Если бы у наших экспертов был свой герб На нём был бы изображён он Лидер сотни Сергей Лазарев Здравствуйте, друзья! Привет, любимая сотня! Учитывая опыт прошлых финалов Друзья, я предлагаю сегодня не делать никаких ставок у себя в голове Не придумывать никаких фаворитов А оценивать выступления здесь и сейчас И только если будет абсолютное равенство наших участников Вспоминать их былые заслуги И пусть победит сильнейший Удачи всем! Правило финала Лучшие вокалисты суперсезона исполняют на сцене хиты Если выступление нравится кому-то из экспертов То он встаёт, нажимает на кнопку и подпевает Участник получит столько баллов, сколько экспертов поднимется на стене Обладатели лучшего результата попадают в тройку лидеров И занимают места до тех пор, пока кто-нибудь не споёт ещё лучше В конце лидеры сразятся между собой в дуэли И определят победителя суперсезона Который получит более чем достойную награду Песню написанную специально для него Признанным мастером хитов Олегом Владе И сможет этой песней открыть следующий Пятый сезон Не верю, что наконец произношу это Мы начинаем Финал суперсезона Легендарного вокального шоу Ну-ка все вместе Я приглашаю первого вокалиста Да, я чувствую, будет невероятный накал страстей Хочется отметить и пожелать, чтобы участники пели то, в чём они абсолютно органичны Что у них лучше всего получается Сегодня не хочется экспериментов Не время для экспериментов Согласитесь, да Сегодня точно не должно быть экспериментов Мне кажется, что если сейчас первая входит Симона То она должна 100% петь что-то прям такое острое Всем здравствуйте, дамы и господа Меня зовут Симона Куприна И я в финале Это очень радостная новость для меня В конце тоннеля яркий свет Слепой звезды Под душу на сухой листве Оставят следы Выхожу на сцену Вроде бы я настроилась Оправдываться не буду Но я встала и я просто потерялась Я пристала быть Симоной Куприной Что-то на меня И навесила куча на себя Всяких разных ярлыков Что от меня что-то сейчас ожидают Ждут Как правильно сказал Сергей Лазарев Я не знаю, как он так правильно читает солистов Всегда в точку попадает Со своими комментариями Симона Ну я думал, что я рожу Во время песни И мне кажется, с вами пела вся сотня Потому что это была борьба с песней всю песню Это стойка, которую ты кинула Потому что заслилась на себя Не совсем контролировала Но в конце концов Ты сломала ситуацию под себя Ты дожала ее И вот за эту борьбу Я тебе нажал эту кнопку Потому что дожала Уже к середине Я настолько на себя разозлилась Я думаю, да ну Да не может быть такого Где, где, где я Надо включаться срочно И все И я эту стойку отбросила настолько Что она у меня просто сломалась Нормально? Не считаю Я очень извиняюсь И вот тогда Симона вошла в песню В тот ритм В ту жизнь этой песни Как она и должна звучать Сегодня у нас финал И вы представляете Это для меня шок Я единственная участница Четвертого сезона Которая прошла в финал Это уму непостижимо для меня Потому что у нас Были сильнейшие участники И в отборочных турах Кого пригласили в суперсезон Все были просто невероятны Это мои любимые, дорогие Уже сердцу и друзья И мы все общаемся И мы решили сгладить Эту несправедливость К сожалению, они сегодня Со мной на сцену выйти не могут Но они будут рядом со мной Они в моей группе поддержки И я буду петь не только От себя, за себя Но и за них И вместе с ними За наш четвертый сезон Это серьезный Серьезный заход Сегодня подбор спешим Да, мы были правы Ну, Симонов Ну, начинать, конечно, тяжело Не просто, конечно Первым быть не просто Всем здравствуйте, дамы и господа Я вновь открываю финал Как и в своем сезоне Четвертом И знаете, я хочу сказать Что у меня сегодня Самая лучшая группа поддержки Это мой четвертый сезон Мои друзья Алиночка Бакшалиева Дмитрий Венгеров Я Алексей Осичев Я вас очень люблю Спасибо, что вы рядом Я просто тут Затесалась среди вас Но я тоже в группе поддержки На самом деле Мне нравится стилек Она всегда сильная Мне надо такое счастье Всегда как икона стиля выглядит Все, сейчас будет что-то мощное Давай, не волнуйся Но она вылитая Гага Бывает же такое, да? Сейчас главное Удачи Удачи Мы с тобой Надо проживать Красиво Теперь главное Чтобы этот образ Гаги Ее деньги Ее просто не поглотили Да Я вот ярко Я хочу Я хочу Я хочу Я хочу Я хочу Мне нравится Я хочу Я хочу Я любoso Я хочу Субтитры делал DimaTorzok 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 Привет. Привет, привет, привет. Сотни, привет, ребят. Симоночка, ты лучшая. Люблю. Все. Я могу развернуто. Слушайте, но Симона для меня это, во-первых, очень близкая моя подруга, а во-вторых, ну, это человек, на которого всегда приятно смотреть, всегда приятно слушать. И нужно равняться всем остальным вокалистам, как она работает с материалом. Она великолепный профессионал своего дела, собственно, поэтому мы все за нее болеем. А еще человек приятный, поэтому, надеюсь, так много нас. Леша, Офичи, скажи мне, пожалуйста, а правда, что финалисты четвертого сезона, ну, ощущают себя одной большой дружной семьей? Да. Абсолютно. Всем здравствуйте. Мы так сдружились, при том, что не знали друг друга до сезона, и все с разных городов, и так классно, что у нас такая семья сморировалась. Я очень счастлив, что я нахожусь в кругу таких ребят, профессионалов. Это огромное счастье. Алиночка Бахшалиева. Рад тебя видеть. Как тебе выступление Симоны? Здравствуйте всем. Выступление Симоны потрясающее. Она очень крутая. А всем финалистам я пожелаю удачи, не волноваться и сделать свое дело хорошо. Я считаю, что все достойны, но Симона больше всех, конечно. Вот она, мафия четвертого сезона. Двигает своих. Ну что ж, тогда я спрошу братьев-колбунов, что-то у вас не варится горшочек. Вот Сергей уже сказал, что он долго сидел, вслушивался. Мне кажется, что сегодня тот день, когда нужно все делать сразу. Потому что сегодня ошибок быть не должно, и сегодня у нас только везение может решать. И я остался сидеть, потому что вначале мне показалось, было немножко смазано. Спасибо большое за мнение. Здравствуйте. Мне безумно понравилась ваша вокальная техника. Единственное, что показалось, что, возможно, сыграла вот эта вот роль первого выступления, когда человек долго-долго сидит, ждет свое выступление, а потом выходит и немножко сдержанно себя ведет. Мне показалось, что в этой песне вы были, возможно, слишком интеллигентны на фоне того, как я себе ее представлял. Но я преклоняюсь перед вашим вокальным талантом, перед тем, как вы держитесь на сцене. Это было прекрасно. Дам шанс другим участникам. Тоже обещаю на кого-нибудь не вставать. Нельзя придерживать, задолбали, что вы сидите. Ляля сказала, задолбали, что вы сидите. Думал, в начале нашего шоу подойду с припевом нашей песни. Прошу, давай по-хорошему. Да, давайте по-хорошему, братцы. Вот те шесть человек, кто не встал, мне вообще непонятно, а что вам еще нужно? Вы посмотрите, я на сцене больше полувека. Я столько переслушала певцов и вокалистов. И для меня всегда очень важно, чтобы, когда человек показывает там какую-то песню, он ее решает правильно. Есть начало, есть середина, есть кульминация. Очень правильно была решена песня. Но эти шесть человек этого не поняли и не услышали. Это не люди, Лариса. Блистательное выступление, филигранная чистота звука, летящий, мощный, очень сильный голос. Сто процентов, сто баллов должны быть, были сейчас. Спасибо. С результатом 94 голоса Симона Куприна занимает первое место в тройке лидеров нашего суперфинала, суперсезона. Браво! Спасибо всем большое. Браво! Может, все хоть в этом сезоне повезут? 94 хороший балл, но недостаточно высок, чтобы сидеть спокойно. Хотя бы 98, 97. Да, да, да. А действительно, чего им не хватает? Я не понимаю. Что им еще надо? Я не понимаю. Вот эта шляпа вообще сидит. Вообще, когда люди мыслят, да, очень странно. Да, да. От чего это зависит? От вирусной нагрузки? Это не вирус. Ну, так нельзя. Я считаю, что так нельзя. Она всегда очень стильная. Она всегда понимающая, что она делает. Иногда ее волнение вот захлестывало, но сегодня мне... Вот она взяла себя в руки. Взяла. Ну, еще один большой-большой плюс. Она невероятная трудяга, и это видно. Финал четвертого сезона тоже открывала Симона Куприна. Тогда она спела на 98 баллов и оставалась в тройке лидеров до решающей дуэли. Посмотрим, удастся ли ей повторить то достижение. А может быть, и превзойти его. Вы смотрите финал суперсезона. Ну-ка все вместе. А мы встречаем второго вокалиста. Это Калинка. Ну что же, всем привет. Мы фолл-группа «Русский праздник». Мы те самые тетки в сарафанах и ваши любимые пьяные бабки. Я не могу. Так прокомментировали наше выступление наши хейтеры. Он так и написал, и сказал, когда я увидела эти рожи, у меня у меня на пяти... Я больше не хотел есть уже. Я снил ужину. Мы выходили на сцену первыми, и это было очень сложно и волнительно. И когда мы стали понимать, что на нас встает целых сто экспертов, вот тут я поняла, что мы разворошили этот пчелиный улей своими пчелами. Своими веселыми песнями, веселым народным попури. Давайте, покажите мне, сколько баллов набрали «Русский праздник»? Завели! Вот это начало! Вот это начало просто! А мы любим тебя! С тобой мне повезет! С тобой мне повезет! Мы были очень счастливы, когда мы вышли в финал, но у нас встал вопрос, что мы будем петь в финале. Потому что в финале мы должны просто поднять не целую сотню, а 200 человек! Так, это у нас самый русский праздник. Как мне нравится их образ. Костюмы такие лайковые. А мне, кстати, очень нравятся. Не знаю. Ой, ну мне этот неваляш вообще прям нравится, так я не могу от него. Хорошенький такой. Привет, наша дорогая и любимая, родная сотня! Мы полгруппа «Русский праздник». В прошлый раз мы поставили себе задачу раскачать нашу стену. Сегодня мы хотим не просто раскачать стену, но и растопить ваши сердца. Сердца не топятся. Да, да. А что с ними происходит? Они выжимаются? Раскопить лед в сердцах можно, да. Снег можно, а сердце растопить нельзя. Сейчас посмотрим, растопят они или не растопят. Лед. Как мне нравится девочка эта. О-о-о-о. Тихий ум уцпик не шелохнется, Я стою над быстрою водой. Ой, как мне сейчас забыться хочется Одинокой, грустной, молодой. Где-то там, да, за дальней не один, Нашей рукой выстроен и твой Под большими, под большими небами Ты, милый мой, прощается с другу. Ой. Я не понимаю, что с этим делать вообще. Я не понимаю, что с этим делать вообще. О-о-о-о. Не знаю я, что делать, так забита голова, как будто целого мира, мы с тобой слова, как будто в горле нож, меня так просто не возьмёшь, порой забуду за тебя. Дети, омут, не пугай глубинами, всё равно до счастья заплывут, дети, омут, не пугай глубинами, всё равно до счастья заплывут. АПЛОДИСМЕНТЫ Мариночка, наконец-то я побываю в Австралии. АПЛОДИСМЕНТЫ Я видел, как ты подскочила просто на четвёртой секунде. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень счастлива, что всё-таки на нашем проекте звучит настоящая, аутентичная, народная песня. Не калинка-малинка, не валенки, чудесные, прекрасные русские народные песни, а именно фольклёр. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось, знаете, больше вот это послушать «Тихого омута». И если бы вы чуть-чуть попозже подключили битбокс и вообще убрали эту вставку иностранную... И вообще бы разошлись и осталась одна. Нет, если бы вы спели много куплетов «Тихого омута», было бы «во». А вы попытались навертеть винегрет. Слишком много. Это сработало в первый раз в отборочном туре. У вас там пять или шесть песен вместе было, как папури. А здесь получилось, что вы пошли в ту же реку, понимаете, по тем же правилам играться, а уже по-другому всё. Чуть-чуть не... Прости, что... Да, дюсер Сергей Лазарев, конечно, говорил. Я встал, подержай, потому что чуть принято, что я исключительно иностранные стою. Нет, вот у нас есть классные... Спасибо, спасибо. Ансамбли руссконародные, которые делают что-то новое, которые пытаются как-то по-другому преподнести. Просто сейчас перемудрили. Хочется спросить человека, который, как никто, разбирается в хип-хопе. Натан у нас в «Красном квадрате». Спасибо, что пришёл. Ты сидя, говори, сидя, говори. Да, ну что, я, как никто другой, внешне могу представлять русский фольклор и скажу. Здесь нужно было применить битбокс, немного с звуками природы, птичек, речки. Может быть, я уверен, что голос позволит. И мы бы окунулись в эту атмосферу, мы бы представили всё это. А позже уже как-то всё это смешать. И то, я считаю, что что-то модно, а что-то вечно. И не хочется модно смешивать с вечным. Так, а вот у нас сегодня на стене впервые музыкальный продюсер, композитор, певец Брэндон Стоун. Давайте поприветствуем. Говори, что тебе не понравилось. Мне очень приятно, что я в первый раз нахожусь здесь и вижу... Судя по «Красному квадрату», в последний. Ну что делать? Но я же объективно сужу. Я пытался вслушаться ваши голоса в каждую индивидуально. Заметьте, именно пытался. Потому что битбокс очень перебивал. Очень перебивал. И хотелось услышать каждую отдельно. И вот я не мог, думаю, вот, может быть, в конце остановитесь и прям споёте акапельно. И я вот этого, к сожалению, не услышал. Только поэтому я не встал. А так волшебно все поёте. Спасибо вам за доставленное удовольствие. Спасибо. Русский праздник набирает 62 голоса и занимает второе место в тройке лидеров. Браво, проходите. Вот мне, честно говоря, было жалко русский праздник. Парни перехвалили, конечно, в тот раз. Сказали, битбокс, класс, класс, ты так это всё делал. А сейчас в итоге, получается, он перестарался. Да, он просто их перекрыл. И ты хочется их ещё послушать. Перекрыл, да. А вот все говорят, что английского, типа, много было. Английского много было. А нам наоборот не хватило. Именно рэпа английского. То есть рэпа английского, если бы было больше вот этой читки, как раз английской прям, вот как Эминю. Но проблема в том, что она на английском пела, а на русском читала. Нужно было всё наобразовать. Здесь все очень талантливые ребята. Все артисты. Ну, реально все сильные и кого-то там выделить. Мне кажется, сейчас выйдет Эрик. Ну, я не знаю, моя женская интуиция меня подводит крайне редко. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Павловский. Я финалист битвы сезонов «Ну-ка все вместе». Ты знаешь, без тебя и дня, ты знаешь, без тебя и дня, прожить нельзя. Бизик. Молодец, молодец. Вот я тебе хочу сказать, я стоял там за сценой, меня просто снесло. Спасибо. В целом, я доволен своим выступлением в отборочном этапе. Но в батле я набрал на один балл меньше, чем мои соперники. И чуть было не покинул проект. И тут вышел Николай Басков, очень строго посмотрел на жюри. И в ответ Сергей Лазарев его поддержал. Возьму тебя, замолчи, у того, с которым Яков стоял в ночи. Возьму тебя, замолчи, у того, с которым Яков стоял в отборочном этапе. Невероятное выступление. При всем моем уважении к ребятам, это могла бы быть достойная победа. Вы для меня, вы для меня абсолютно два равных крутых участника. Я слышал исполнение большинства финалистов суперсезона. Уровень высоченный. И, честно говоря, я не знаю, как можно конкурировать в этой ситуации. Здесь нужно просто получать удовольствие и показывать то, что умеет каждый. В финале суперсезона сотне не позавидуешь. Но это их задача. А наша задача – покорить вас. Ерик. Он чуть-чуть на вид, а то похож. Здравствуйте, уважаемая сотня. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы отвоевали меня в отборочном туре. Он у нас не прошел, а мы его вернули. Я весь для вас. Ну, чтобы он не пел, я хочу встать. Мне прям вообще я кайфую. Ну, что ты раньше времени-то начинаешь? Сейчас возьмет и слышу. А я вот такой, он, знаешь, стреляет прям в сердце. Если он выберет такую же песню третью, он опять покорит. Ну, а ты не думаешь, что уже этого от него ждут? Ну и что? А, понимаешь, это когда есть артисты... А уже будут ждать что-то большего. Нет, зачем? Вот тут тот вариант, когда есть артист, и каждая песня его нравится. Видишь, как он собирается? Я прям вижу, как в него вот эта вся энергия заходит прям. Смелее, мы же тебя отвоевали. Ты чувствуешь, когда ты, ну, чувствуешь ответственность, когда тебя возвращают. Знаешь, это было уже... Я ставил на него, как на возможного победителя, да. Ну, вот вообще нет. Вообще нет. Подождите. Посмотрим, посмотрим. Ты больше не звони. Мне сердце не тревожь. И в трубку мне не говори Обид, которых нет. От них бросает в дрожь. Пусть это не любовь. Пусть это счастье следует... Я так люблю такой песочек в тембре. Я не хочу холодных слов Свой камень не кидай Мне горечиво след Нелетящий звук совсем прям. Открой. Мои воспоминания Не обещай Надежды без любви Моих ночных обид Хороший он, красивый он Чемящие мерцания Ты не терзай Не перейти души Слезами за окном Забарабанил дождь Я не услышу слов любви Мой телефон молчит Ко мне ты не придешь Ты не целуй Мои воспоминания Не обещай Надежды без любви Моих ночных обид Шемящие мерцания Ты не терзай Не перейти души Давай, давай, давай Открой, открой Ты не целуй Мои воспоминания Не обещай Надежды без любви Моих ночных обид Шемящие мерцания Ты не терзай Не перейти души Красавчик, красавчик Это не сто Не сто Я просто под таким кайфом был Ты не представляешь Слава Богу, что успел Просто ровный звук везде Умница Вот так проникновенно Сергей Павловский Напел сколько голосов? 99 голосов Как приятно, Сережа Сотня гордится тобой Мы тебя вернули И ты оправдал Наши ожидания Яна Клявеня Победительница Второго Нашего сезона Она просто рыдает Ты тоже одна из первых Стала на песню Полины Гагариной И слова Михаила Гуцериева У тебя глаза на мокром месте Ой, что ты сейчас с нами делал Это просто невероятно Ты настолько Настолько Крутой вокалист Что просто не было Ни минутки Сомнения, чтобы не нажать Эту заветную кнопку Ты настоящий Ты готовый Артист Которому просто нужно Проложить Легкий путь А мы как раз и прокладываем Потому что у нас скоро стартует Супер гастрольный тур Новый Голоса России Я уверен, что Сережа Обязательно поедет с нами В этот тур А я пойду Человеку Имя которого я назову На всю стену Дорогие друзья Это он Один, который не встал Александр Шаганов Но что тебе не хватило В этом исполнении Я понимаю Потому что стихи не его Тебе не нравятся Потому что они гуцерейские Да-да-да Стихи не его Лично для меня Вот ваше выступление Не было до конца убедительным Причем вот с самого начала Я прочувствовал Мне кажется сейчас Люди стреляют в телевизор Из маленьких пистолетиков Некоторую натужность Знаете, вот вы так очень Так долго подходили К разрыву аорты Которая все-таки Случилась в конце Вот, что мне это показалось Несколько наигранным Это мое личное мнение Которым я Хочу с вами поделиться Снимите Александра Крупным планом Чтобы зрители у телевизора Закидали едой Точно попали Надеюсь, что вы Цените его так же Как я ценю Ваше суждение Любое Девочки мои сладкие Какой вид у меня Сверху Боже мой У меня один вопрос Сережа Павловский Вам снился? Ребятушки Я вам вот скажу так Вот вышел Интеллигентный Птенец От интеллигентных Родителей Но Ведь спел Как орел Взрослый То есть Ну мороз по коже Если бы мне В моей жизни Кто-то так Спел Блин Да я бы уже Все Короче говоря Я твоя Полностью Говорю А я уже Один раз спел Поэтому Поздно, девочки Поздно Творческий момент Это совершенно Другой момент Сережа В жизни все бывает Они тебя дождутся Не, ну скажи же Что-нибудь Да что говорить Еще с того времени Ночью Шили Вот эти вот Сердца А для кого Для тебя же Для тебя Трогательные Сережа Кажется Ты нашел Спонсоров Я поздравляю тебя Так Ну что ж У меня есть Хорошая новость Для Олега Влади Помнишь Из тех девяти песен Которые я у тебя купил Одна точно Подходит Павловскому Я готов ее Перепродать Каналу Россия Коль Девять песен Девять у нас участников Может все не зря У нас альбом уже есть Альбом Прекрасно Ну все Тогда я выдыхаю Сереж Для меня Как для автора Так важно Когда артист Понимает О чем он поет Это было так Тонко Сыграно Так тонко Передано Ты потрясающе Сегодня все сделал Я тебя поздравляю Ну что Лариса Александровна Спасибо Очень красивый голос Несмотря на то Что возраст Довольно молодой Но уже Понимаете Смысл Потому что Каждая песня Это маленький монолог И ты его играешь Актерски И у вас все получилось Спасибо Ну и в завершении Лидер Сотни Сергей Лазарев Да простите меня Замечательная певица Полина Гагарина Но вам этот романс Идет гораздо больше Я вообще По другому Взглянул на эту песню Потрясающая песня Которая у Полины Прозвучала Но как мне кажется В вашем исполнении С вашей подачи Актерской Я наконец-то Понял О чем Эта песня Я ее Расслышал Поэтому в вашем исполнении Я уверен Я буду переслушивать И переслушивать Браво Спасибо Только что позвонила Полина Гагарина Она удалила тебя Из своих контактов 99 баллов И Сергей Поволжский Занимает Первое место В тройке лидеров Браво На самом деле Сейчас так вот В таком дефиците Искренность Которой он обладает Как он сердце растопил Вообще Так было хорошо сейчас Я не понимаю Почему Шаганов сидит Блин Мне очень нравится Как Сергей изменился За время нашего конкурса Он вышел в этом сезоне Абсолютно уверенным артистом Чему ему не хватало В прошлом В финале прошлого сезона Третий по счету Выступала Варвара Убель Которая в итоге победила Станет ли это совпадением И счастливым Для Сергея Павловского Покажет время А мы готовы Пригласить Следующего вокалиста Тот, кто стоит сейчас за кулисами Если они реально слышали Сейчас Как Сергея Хвалили Им сейчас тяжело Конечно Это придает нервозности Люди начинают нервничать И могут Слететь Ох непросто Сейчас будет Конкурсанту следующему Мама дорогая Привет Меня зовут Яна Блиндер И я финалистка Битвы сезона Вот сейчас верю Вы нас просто раскатали Своей энергетикой Своей харизмой И я желаю вам удачи Вот таким должен быть Наш супер сезон Ребят Спасибо Крутая Тембр невероятный Спасибо Мое выступление в отборочном Мне дало очень много Энергии позитивной И я себя чувствовала В моменте Очень счастливой Ну вот поток Спасибо Когда они начали комментировать Мое выступление Я слышала такие слова Как это был вся экзорцизма Твой аллилуйя Раскрыл мне чакры Я чувствовала этот поток И все время Формулировалось Слово энергия И конечно же Я довольна этим Потому что это то Именно о чем я пела Это то в чем я была Ребята Стоп Ужас в том Я прошу прощения Что ужас в том Что 13 Это оказалось Этого недостаточно Я просто иногда Не могу сдержаться Потому что Когда Я не понимаю Что для артиста Стоящего на сцене Что это должно быть 100 Где это Как нащупать Это 100 Для меня Это вышаг Сейчас был По всем параметрам Единственное О чем я немножечко Переживаю сейчас Это то Что я действительно Все выдала Я сказала все Что я хотела сказать И насколько сейчас У меня получится В финале Тоже договорить Что-то свое Потому что я здесь Опять же не ради победы Ради того Чтобы донести свое слово И свою энергию Очень это важно мне И в этом финале Естественно Я буду как всегда Честна с собой Честна с зрителями Со стеной И буду говорить О женственности О женской энергии Которая бывает Совершенно разная И я готова показать ее Во всей красе Это моя любовь Это Яна Блиндер О, моя королева Заявка на победу Моя вторая А вот это вообще Просто ребята Всем привет Уникальное Меня зовут Яна Блиндер Этот номер я посвящаю В женской природе И всем нашим мамочкам Красивый образ Очень красивый образ Очень красивый образ Сейчас будет шаманить Она сейчас выдаст Конечно О, крещение началось Это Ваенга номер два Сейчас эта половина Выбила людей Вот эта история Да Я всегда тоже крещусь Перед выходом на сон Но я это делаю за кулисами Она это, видишь, демонстрирует Это очень симпатичная Боже, во мне нестовооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok This is a man's world This is a man's world But it won't be nothing, nothing But it won't be nothing, nothing But it won't be nothing, nothing 73, 72, 71 71 балл 1 балл Яночка, я смотрю на ваш потрясающий наряд. Сразу хочу спросить, у кого вы забрали такую роскошную королу? У какой-то богини. Я вас не вижу. Вот он, вот он, вот он. Я здесь. Господи, боже мой, извините. Можно и так ко мне обращаться. Здравствуйте. Яночка, я не могу понять, у вас она мусульманская или какая? Нет, нет, нет. В славянской культуре, вот этот полумесяц, он обозначает человека, обретевшего мудрость. Вот так вот. Надо мне такой заказать. Утром просыпаюсь и смотрю, говорю, мудрый ты, ты такой мудрый. Ох, Олечка. Почему я у профессуры? Потому что сложно оценивать такой вокал. Несмотря на то, что Лев Рудин стоит, хотя это странно, но хотелось бы спросить вашего мнения. Яна, вы абсолютно не похожи ни на кого. Это 100%. Но вы, конечно, сегодня, вау, сколько много всего сделали, не того, чего нужно было сделать. Во-первых, мне вообще вначале совершенно не было понятно с ритмом, с вашим. Вы все время расходились. В середине вроде бы собрались. И я вот встала, думаю, ну все, сейчас уже пойдет все в порядке. Потом опять развалились. В общем, такие качели у вас были. Но это не умаляет ваших действительно вокальных возможностей и достоинств. Я желаю вам только всего самого-самого. Развивайтесь, потому что, ну, вы вокалист от Бога. Яночка, ну вы не переживайте. 71 балл – это тоже хорошо. Может быть, другие будут петь еще хуже. Да, Андрей Солов? Почему еще хуже? Типа вообще опустил такой. А я чтобы вас зацепить. Ты, наверное, все-таки переборщила с этническими слоями музыкальными, да, которые ты сейчас продемонстрировала. Но, но, но… Это клево. Потому что твое выступление – это каждый раз какое-то, знаешь, что ты танцуешь на острие ножа. И кажется, ну сейчас все, разрушится, она пропадет. Нет, ты понимаешь, ты постоянно в хорошем смысле выгребаешь. Для меня все прекрасные наши финалисты, но вот два человека – Яна и Сергей. Я хочу сказать, что это два примера того, как нужно работать с текстом в песне. У него потрясающий русский язык, у тебя потрясающий английский язык. И вам равных на этом сезоне сейчас нет. Спасибо. А вот Андрей Биль сидит почему-то, хотя заслуженный человек, с абсолютным слухом, преподаватель, музыкант, певец. Спасибо, Николай. Я сидел и думал, я приду к Яне на концерт, что я могу там услышать. И я понимал, что я три произведения, я уже ваши выслушал, и я выслушал примерно одно и то же. И не могу сказать, что третье произведение было сильнее, чем по воздействию на меня, чем первое. Понимаете? То есть я вижу схему, по которой выстраиваются ваши произведения. Я вижу обязательный этнический компонент, молитва, призыв высших сил. Но мне хочется от вас больше. Разве это плохо? Оставаться верной себе. Это что, каждый раз надо выходить и по-разному петь? Коля, ну вы же не поете в концерте 20 одинаковых песен. Вы поете, у вас каждая песня свой театр. У меня все песни одинаковые, все про любовь. У вас каждая песня... И я их одинаково пою, как могу, так люблю. У вас каждая песня это свой театр. Это правда. И вот этого я хотел бы и от вас. Вот я как не послушаю Билли, он все время одно и то же говорит. Хотелось бы какого-то разнообразия вашей речи. Что-то какого яркого, острого, непохожего. Ира Олифер. Яночка, меня уносит куда-то, когда ты начинаешь эти технические какие-то штуки свои делать. И я становлюсь совершенно бессильной. Конечно, песню не сразу, ну вообще песню не узнать. Но для меня это было очень необычно и интересно. Спасибо. Я стала поддержать. Спасибо. Яночка, самое главное, что сегодня, когда ты пела, тебя стоя слушала сама Лариса Долина. Когда я слышу такое разнообразие голоса, такие возможности, мне хочется слышать это в полном объеме. И для меня всегда очень важно, когда артист выбирает правильный репертуар. Для того, чтобы показать весь свой потенциал, богатейший, сегодня и половины не было. Но встала, потому что потенциал очень и очень сильный. Спасибо, Лариса Александровна. Ну а теперь слово предоставляется невероятному, искрометному, красивому, талантливому, непревзойденному, уникальному. Он сейчас лопнет от злости, но это Сергей Лазарев. Я в шоке, сейчас точно не мое имя не зовет. Яна, я понимаю, что то, что происходило сейчас на процентов на 40, наверное, это импровизация. Это то, что ты сейчас в данный момент поймала, почувствовала. Теперь как бы обуздать эту энергию, сохранив с одной стороны вот эту импровизацию, с другой стороны, чтобы тебя не уносило куда-то совсем влево-вправо, чтобы все равно это в каком-то одном потоке шло. Вот как только ты научишься совладать как бы с собой, сразу станешь суперзвездой. Потому что действительно в тебе есть все. Ох, сколько эмоций вызвало выступление Яны Блиндер у наших экспертов. Мы приглашаем тебя на третье место в тройку лидеров, и мы прощаемся с полгруппой «Русский праздник». Спасибо! Вы были потрясающие ребята! Здорово, что у нее вообще есть такая энергетика. Она сильная, мощная. Слушай, я не знаю, колдунья она или нет, возможно, это просто психологическое воздействие. Она же чем-то должна отличаться. Она знает какие-то секреты управления своим зрителем, своей аудитории, где играть, где не играть, где что сказать. И у нее это получается. Понимаешь, в чем дело? Когда ты заявляешь какую-то известную песню, ну хотя бы хук какой-то нужно обозначить из нее, из этой песни. Ну она только текст взяла. А потом, ой, а вот сейчас я быстро отстреляюсь, допою вот свою вот эту фигню и уйду уже вот в эти мантры свои. Видишь, не срабатывает. Я говорю, что нельзя, как с «Русским праздником». Нельзя одной тоже на одной фишке выезжать. Так, ну из тех, кого мы еще ждем, у нас еще есть супервокальная девочка Арпи. У нас есть Белова. Всем привет! Я Валерия Белова, и я суперфиналист «Битвы с изолами». Перед тем, как выйти на сцену в отборочном туре, нервы шалили сильно. Мандраж начался, потому что нервы. Хочется доказать, что ты это можешь, ты к этому пришла. Вы нас опять же всех напугали. Вы так волновались, и мы волновались за вас. Я 19 лет пою в кабаках. 19 лет. Это большая часть моей жизни. Люди кушают и очень редко обращают на тебя внимание. Ты стоишь, поешь фоном, начинают опускаться руки, реально. Для меня очень важно поднять свою самооценку. И когда я попадаю на сцену такого уровня, я уже в суперфинале. И мне не хватает всего лишь одного маленького шажочка для того, чтобы исполнить и воплотить свою мечту в реальность. Это, конечно, дорогого стоит. Это кто? Так, ну, это Белова. Это Белова? Это Белова, да. Лерка, ох. Лера, он валяет. Только справа исполнения, Лера. Добрый вечер, дорогая сотня. Меня зовут Валерия Белова, и я по вам очень скучала. Она сотку сделает, вот поверим мне. Я хочу немножечко быть сегодня другой для вас. Той, какой, думаю, что не была никогда. Финал. Время для экспериментов. Я постараюсь вас удивить в хорошем смысле этого слова и донести до вас ту мысль, которая есть во мне. Ох, Лерочка, с Богом, с Богом, с Богом, моя дорогая. Она опять не сменила образ. Ага. Но очки ей не идут. Сними очки, сними очки, сними очки. Так, не советую еще. Подожди, это имиджевая история. Она уже в образе. Ну, не идут ей очки, ну, что я могу сделать? Ну, подожди. Ну, подожди. Какой же у нее тембр, боже мой. Я буду помнить только эти глаза всегда. Я буду верить лишь в чистоту этих искренних слез. Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь, оставив память лишь букет у пятших роз. Я буду помнить только этот голос всегда. Он, как лесной ручей, будет ласкать сердце мое. Когда укрышись от дождя Под старым стареньким зонтом Останусь со сенью Наедине вдвоем Когда укрышись от дождя Под старым стареньким зонтом Останусь со сенью Наедине вдвоем И когда ты скажешь прощай Я увижу потерянный рай Я увижу в нем улетающий птиц Я возьму краски, я возьму рост Я наю вина и скажу в рост И смахну пыль Смажу держать на нить Неудобно, 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 неудобно Я буду помнить Я буду помнить Я буду помнить Я буду помнить Всегда Ваши Валерия Здравствуйте, моя дорогая, любимая Прекрасная, неотразимая Ой, давайте посмотрим, сколько голосов набрала Валерия Вот это борьба Иногда один-два голоса решают судьбу вокалистов А я нахожусь сейчас с интернами российского шоу-бизнеса Вот они Егор Шип Да-да И Кирилл Скрипник Ну, как вам? Я, знаете, хочу сказать, что отличает артиста, в первую очередь, от вокалиста Это единство со сценой И вот вы прям покорили не только уши, но и глаза Спасибо большое Спасибо вам Да, Егор По моему мнению, это самый недооцененный номер за сегодня Я безумно кайфанул, спасибо большое А, вы знаете, что это песня? Какой группы? Честно могу сказать, что я знаю эту песню, я сейчас подпевал, но... Это группа Ронда Александр Иванов А, я же так и сказал Он так и сказал, вы просто не слышали Молодец Обнадеживает нас, молодежь В общем, еще раз спасибо большое Спасибо вам Двое из ларца, одинаковые с лица Александр, я знаю, что вы фанат Валерии Беловой Лерочка, дорогая моя, ты знаешь, что я ждал тебя сегодня больше всех Ты уникальная, ты самобытная У тебя такой богатый, уникальный голос Я сегодня хочу увидеть тебя в финале Я хочу тебя увидеть в батле И я честно считаю, что это одно из самых лучших выступлений сегодняшнего вечера Спасибо тебе огромное, дорогая моя Кстати, дорогая Лариса Александровна Долина С песни «Стена» Валерия Белова у нас вышла в финал И тогда Лазарев, кстати, сказал, что она спела лучше, чем вы Но сейчас не об этом Врет, нагло врет Врет Знаю, что врет Знаю, что врет Знаю, что ты не мог этого сказать А ты, кстати, нарываешься Мог, 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 да? Он утверждает, что мог Не надо верить этим, вот этим глазам, которые как две сиротки строят из себя Они такие честные Здравствуйте, Валерия Здравствуйте Мне кажется, выбранная тонализ была неверной Потому что вначале это было очень хорошо слышно Вы все время скакали, прыгали Вам было внизу очень низко, а наверху высоко Поэтому вам пришлось петь не ту мелодию А я всегда очень ревностно отношусь к изначально музыкальному материалу И очень красиво написана мелодия там, и ее не нужно менять Я принимаю, конечно, спасибо Браво, спасибо Простите, простите Вот для своей души, Каларис Сан, не прям просто бегу Пожалуйста, скажите про ее голос, про ее тембер, что вы считаете? Очень мощный, очень сильный Ура! Голос Саши-ка, я твой должник нафиг Это правда И мне показалось, что не в полную силу пели У вас гораздо больше потенциал Именно вот в этом Силе и мощи голос Как поет она Вы немножко себя осадили, а этого делать не надо Тем более, когда вы соревнуетесь Это же ведь конкурс Вы должны показать на 200% свой материал потенциальный Спасибо Я слежу за братьями-колдунами Вы встали только один раз на Павловском Обратно поедите в плацкарте, поняли? Сидячим причем Сергей Ласарев Валерия Лепсбелова Мне дико мешали твои очки, Лера Честно, я когда вышла, я услышала комментарии Да, ну, баллов в 10, я думаю, что ты Вот за счет того, что вот стена какая-то, да, образовалась Не только такая И снова на пути, да? И снова на пути стена, только ты сама ее создала сейчас, эту стену Да, мне не понравилось, что выбрал ты тональность, которая тебя пригвоздила на всех низких нотах Очень тебе тяжело, ты там что-то бубнила, бубнила И это жалко, обидно Потому что то, как ты пела, например, I will always love you Когда мы все просто, вот там этот тембр, вот там этот голосин, вот мы его там слышали И все время мы хотим, чтобы ты повторила этот успех Потому что в тебе это есть Вот пусть в дальнейшем ничего тебе не мешает на пути к твоему успеху И пусть всегда у тебя будет 100 баллов Спасибо, спасибо, спасибо Но бубнила не бубнила Валерия Белова Она бубнила на 73 балла И мы прощаемся с Яной Блиндер И приглашаем Валерию Белову занять третье место в тройке лидеров Яна, дай корону Беловой Шалость удалась, да? Молодец Пятеро участников выступили И мы стали чуть ближе к ответу на главный вопрос суперсезона Кто будет чемпионом? Вы смотрите самое непредсказуемое вокальное шоу Ну-ка все вместе, мы ближе к финалу И встречаем следующего героя! А 100 баллов все и нет Это удивительно, что в финале пока еще не было Да, да, да Но я уверен, что они сегодня будут обязательно У нас еще 4 участника впереди Тот, кто выйдет вот сейчас на сцену Ему гораздо проще Потому что все-таки был небольшой провальчик Среди певцов И если он сейчас этим воспользуется И возьмет это на храпом хорошим, настоящим, правильным То у него все получится Здравствуйте, меня зовут Эрик Банич Мне все еще 18 лет И я финалист битвы сезонов Ну-ка все вместе! На отборочном этапе битвы сезонов Я услышал много позитивных комментариев в свою сторону То, что я вокально вырос Ну и так вообще по росту вырос Но вокально вырос И это им очень понравилось То, что много чего исправилось Уже где-то я стал более опытным В основном все склонялись к тому, что еще 3-4 годика И меня уже будет не остановить Ты крутой! Просто иди дальше Верь в себя Продолжай заниматься И я уверен, что все мы еще о тебе услышим Участники в финале все очень сильные И это будет прям битва, битва, битва Потому что все разные Все берут своим У всех свои фишки Внешность, характер И тут, наверное, мне кажется Уже идет борьба больше не за то, что кто выступит Да, но это само собой Все-таки отталкиваются от предыдущих выступлений И с каждым разом Что самое именно тяжелое Это что от тебя ожидает чего-то большего Каждый раз Будет очень тяжело в финале Но я с боевым настроем готов шагнуть на эту сцену Я хочу огня сейчас увидеть на сцене огня Так, давайте мы проясним, что для тебя огонь Это энергетика, это харизма Чтобы вот там вышел артист Настолько там вот Что-то хочу танцевальное увидеть, да? Безусловно Ну вот, твой огонь идет Ну да, это не Ааа Вот она Кудряш Ох, ты какой С каждым выпуском Да, да, и внешне Масал за все В лет 16? В 18 Здравствуйте Меня все так же зовут Эрик Панич И я безумно рад и счастлив То, что мне выпала такая честь выступать в финале суперсезона Ну-ка все вместе Хороший Молодец Молодец, классный парень Я думаю, что... Вот тембр у него окреп Сейчас это может быть его шанс Вот если сейчас он этим воспользуется Он будет просто большущий, огромнейший, молодчий Надо брать коня за узды Ну давай, 100 баллов дай Ну дай, ну дай Ну я думаю, сейчас какой-то урок будет Субтитры сделал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Вот тебе провалился! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте посмотрим, сколько голосов набирает Эрик Панич! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Больше, намного больше. Намного больше у Валентины Тимошюк. У нее всегда больше Валентина. Ну что вы скажете, как исполнение Эрика? Ой, мы с ребятами давно его ждем уже на этой сцене. Мне кажется, для нашего проекта это новое свежее дыхание. Данный участник... А что, все остальные старые было? Нет, конечно. Но он просто молодой. Если честно, я хочу дать ему возможность проявить себя дальше. Я хочу его просто увидеть в баттле. Спасибо огромное. Ой, можно я тебя двумя руками обману? Можно, конечно. I'm gonna love the game. Love the game. Хватит, хватит, хватит. Что, поделитесь. Я как электромобиль подпитываюсь от электричества. Где розетка? Иду дальше. Я иду к твоему фанату. Лев Борисович. Уважаемый большой экспертный совет. Такое впечатление, что сейчас будет какая-то трагическая новость. Многоуважаемый президиум. Меня Эрик не подвел в очередной раз. Здесь так было все органично. Да. Что вам нечего сказать? Даже вот эти все действия со стойкой микрофонной. Это даже был не плохой театр. А нормальный, хороший. Я, как всегда, получил долю вокального наслаждения. Большое спасибо. Всего самого доброго и наилучшего. Спасибо огромное. Боже мой, все армянское золото. Все богатство на тебе. Вот куда пошел приз третьего сезона. Мы все думали, на что она потратила выигрышные деньги. Теперь мы это увидели. Диво дивное. Чудо чудное. Ну, про голос твой вообще молчу. А что ты скажешь нашему Эрику? Ты настолько харизматичный парень, Эрик. Что бы ты ни делал на сцене, это настолько круто, настолько правильно. Я тебя жду в баттеле. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, вот чего-то тебе не хватило, чтобы поднять Родиона Газманова. Вычеркни все его песни из своего плейлиста. Ну, зачем так-то сразу? Я не думаю, что у него мои песни в плейлисте в принципе есть. Не знаю, есть, нет? Честно. Папины песни. Папины песни. Вот к папе обращайтесь. А они ему по наследству перейдут, не волнуйся. Да нет, на самом деле круто. Мой, что здорово, молочина. Очень органично на сцене, все это уже сказали. Но конкурс вокальный, но ты-то не достал. Поэтому здесь я очень принципиально остался на месте. Иногда нужно не попасть, допустим, в баттлы, чтобы понять, что тебе еще нужно, что, кстати, еще круче. Ты молочина, что уже находишься здесь. Спасибо огромное. У Эрика Панища в поддержке Эрик Ахметов. Эрик, как настроение? Что чувствуешь? Здравствуйте, уважаемые эксперты. Эрик, дорогой, ты достойно несет это имя. Ты потрясающий, правда. У меня два фаворита здесь, ты один из них. Я желаю тебе побаттлиться и доказать, чтобы все вот эти 16 человек все-таки встали. Спасибо огромное. Спасибо, Эрик. Лариса Александровна. Я твои возможности очень хорошо слышу, и мне показалось, что песня не очень правильно подобрана. Я бы спела что-нибудь из «Аэросмит», и там бы ты абсолютно точно раскрылся. И тут бы я просто вскочила моментально, я бы была первой. Потому что это твой материал абсолютно. Сергей Лазарев. Я все-таки позволю не согласиться с Аэссаной относительно репертуара. Мне как раз показалось, что эта песня тебе в принципе подходит, если бы ты ее присвоил. Потому что она достаточно такая развязная, хулиганистая. А ты ее начал почему-то очень правильно, так по нотам, по правильной позиции петь вначале. Вот как только со второго куплета ты это дело бросил, и когда я наконец-то увидел этого хулиганистого Эрика, вот тогда для меня все начало работать. Вот тогда я тебе поверил. Ты хулиган по натуре, хватит этого скромнягу давать. Отпускай себя. Хорошо, спасибо огромное. К сожалению или к счастью, Эрик набирает 84 голоса и врывается на третье место в тройку лидеров. А мы прощаемся с Валерией Беловой. Валерия, спасибо, дорогая. Но пока по пьедесталу все честно. Да. Действительно, Сергей был самым уверенным от начала до конца. За четыре года съемок шоу мы открыли немало талантов. И лучшие из них наконец-то отправятся с концертами по стране. В нашем грандиозном гастрольном туре «Новые голоса России». Совсем скоро мы назовем имена участников, которые выступят на концертах. В Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске. Пришло время отдать дорогу молодым. «Новые голоса России» встречайте в своем городе. Ну, сейчас состав финалистов может кардинально измениться. Сейчас может быть все абсолютно. Всем привет. Меня зовут Арфия Абкорян. Я финалистка «Битвы сезонов. Я счастлива». После выступления у меня случился нервный срыв. Я допела, я увидела, что вся стена желтая, истерика, слезы лица градом. И меня трясет, наверное, минут пять. Моё волнение не сбивает мой вокал. Вот я могу спеть просто песню от и до, и нигде не киксануть, нигде не сорваться. Несколько раз мне даже сказали, вы машина, у вас как будто нет чувств от того, что все филигранно звучит. Поэтому мои коллеги видят во мне сильного участника, который может справиться с эмоциями и при этом выдать высокий результат. И мне даже, кстати, в этом сезоне сказали, что я прокачала себя еще больше. Наверное, это так. О, вот она, вот она идет, красивая. Она, конечно, прям несет в себя. Ну, она красотка, конечно, да, красотка. Грудной регистр хорошо раздит. Да, 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 прекрасно, да. Она главный конкурент Сережи. Да, 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 она очень, конечно, крута. Добрый вечер, уважаемая сотня. Я безумно счастлива вас снова здесь всех видеть и выступать на этой потрясающей сцене. Меня зовут Арпи Абкорян. Спасибо. Этой песне я хотела бы признаться в чувствах одному человеку, но он об этом не знает. Ой! Сейчас я хочу прожить с вами эмоции, которые переживаю на протяжении какого-то времени. Спасибо. Это искренне сказано было, кстати. Молодец. Ух ты! А имя будет? Имя, сестра, имя, имя, сестра! Мама здесь. Мама сейчас в шоке сама. Доча? Кто? Ты не знаешь, как она поет? Душу раздирает. Она сотку выбрала. Выиграла. Да ты что? Ты явился нежданно, как из лунного сна. О, если б знал, что мне нужен тот, как ты один. Ливни долгие мили. Были ночи без сна. Но в стуше сердце озарил ты, как весна. Только ты один. Дай мне, дай мне, долгим огнем пылать во мгле и в ненаси. Дай мне, дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Дай мне, дай мне, в костре грешной страсти. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. дай мне, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Поразительное ощущение! Спасибо вам огромное! Спасибо большое! Спасибо! Я думала, что я просто в оморок упаду от твоего голоса Спасибо тебе за эту чувственность! Просто за твой профессионализм! Спасибо тебе! Низкий тебе поклон! Яна, спасибо большое! Самое сердце, правда, каждый раз! Лариса Александровна, как я понимаю, это ваша ученица? Ну, мне так кажется, что я тебя кое-чему научила! Абсолютно! Абсолютно! Лариса Александровна, не перестаю вас благодарить за все! Спасибо тебе за то, что вот сегодня говорят мои коллеги по сотне! Это дорогого стоит! Спасибо вам большое! Браво, Лариса Александровна! Андрей Солод, передайте микрофон, пожалуйста, Этери! Ты услышал, что на самом деле она взяла си бемоль третьей октавы? Да, я услышал! Си бемоль третьей октавы, люди! Спасите меня! Это невероятно! Я благодарю вас за таких прекрасных, чудесных артистов, которые уходят из-под ваших рук! Действительно, я преклоняюсь перед вами! Я очень горжусь тем, что мы знакомы, я очень горжусь! И я вижу то, что ты делаешь, ну, это потрясающе! Это потрясающе! Андрей, спасибо тебе большое! Ну что скажет лидер сотни! Для меня, Арпи, это было не самое твое лучшее выступление! Потому что здесь я увидел спорт! А я еще могу! А я еще могу! Для меня это было не порыв души! Это была фишка внутри песни! Сережа, у нее есть финал суперсезона! Я понимаю, я понимаю, но я стою, и здесь сто! Но я могу сказать, что для меня это было не самое твое лучшее выступление! Ты сделала сейчас все по максимуму! О чем мы, в принципе, и просим артиста, выходящего на сцену! Выйти и в финале продемонстрировать все, что ты можешь! Но! Песня для меня спряталась! Это твое успешное выступление на 100 баллов, но, на мой взгляд, не лучшее! Не лучшее твое, я имею в виду! Сегодня, как ты видишь, да! Спасибо, Сергей! Арфи, никого не слушай! Ты сделала все, чтобы в финале суперсезона показать то, что умеешь только ты! Я уверен, что в этой сотне никто не сделает такой вокальный трюк, какой сделала ты! Это было грандиозно и уникально! Ты сделала то, что должна была сделать! Браво! 100 баллов! Спасибо большое, Николай! Первое место в тройке лидеров, а мы прощаемся с Эриком Паничем! Победителей не судят! Всем остальным мы говорили, тебе, ну, что-то ты не дотопил там, типа, да! Вот здесь вот чуть-чуть там, типа, не дожжал, не дожжал! А она понимает, я в суперфинале, мне надо выдать все! Все, она умничка, она все сделала! Лариса Анна, а что говорит учитель ученику, зная, что она сегодня будет ее судить на конкурсе? Успокаиваю! Да, и ее нельзя назвать тем человеком, который очень сильно волнуется! Она всегда в себе очень уверена! А я считаю, что самоуверенная бывает! И я с этим тоже боролась! Я, на самом деле, больше люблю то, что Сергей делает, потому что мне это ближе, я более, вот, люблю искренность, чувственность, да! Отзывается, да! Но то, что было у Арпи, это реально мистика какая-то просто вообще! Это был реально высший пилотаж! Будет сложно вторую грамотно песню подобрать, вот вторую на баттле! И у нас были такие варианты, когда человек набирал в сто, а на второй песне он сваливался! Даже самая крепкая тройка лидеров уязвима! Это из раза в раз доказывают участники суперсезона самого народного вокального шоу «Ну-ка все вместе» и мы встречаем следующего участника! Разгорается все пламя, все больше и больше! Как судить-то теперь? Разные голоса разные! Несите! Уже можно! Я госпел жду, мне кажется, они вот точно здесь всех укатают в асфальт! Госпел? Угу! Сильные? Мощные! Москва госпел-тим! Супер! И на ней! Орайд, 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 орайд! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышли такие скромные ребятки, классно сделать свое дело! Думаю, ну ладно, сейчас выступим, поедем домой! Но! Не тут-то было! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас возник конфликт интересов на стене! Да-а-а! Потому что есть русский праздник, поющий на русском языке, и есть Москва госпел-тим, поющий на английском языке! То есть вы считаете, что русский праздник спел на 100, а не на 93? Вы серьезно? Извините меня, конечно! Здесь русский праздник прекрасен! Я обожаю эту группу! Тогда 100 поставьте им! Ну, будьте тогда как-то логичны в своих размышлениях! Там такое разгорелось! И мы, знаете, сразу такое ощущение, что я в кино, я достаю попкорн и начинаю вот так вот! СМЕХ Кто победит в этих баталиях? Это очень интересно! Ну, Сергей, конечно, он прям горячо, горячо так боролся за проект, это очень приятно! Это очень круто! Ставьте за профессиональные, за чистоту пения! За то, что они фигачили хореографию! И хор турецкий говорит, это что, фанера? Они под фанерой говорят, не могут бэки прописанные в нас шоу быть! Не могут! По правилам! Это всё живьём! АПЛОДИСМЕНТЫ В любом случае, все мы дружим, все мы общаемся, все мы… И там такой немножко произошёл переворот, это интрига в выступлениях, вот. Посмотрим, как сегодня отреагирует стена на выступления и русского праздника, и наше. Но это очень любопытно, что они сегодня скажут. АПЛОДИСМЕНТЫ Люди в белом! Такие они все яркие, харизматичные. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие-то разношёртные все, нет? Фредди Меркурий. А, да-да, слева, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, их сегодня больше нет. Здравствуйте, дорогая сотня. Мы – Moscow Gospel Team. В прошлый раз вы очень верно отметили, что мы разные. Это то, чем я очень горжусь. Разная внешность, разный возраст. Более того, у нас разные профессии. И мы исполняем разную музыку. И нас объединяет эта сцена и вы. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши отзывы, за ваши признания. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы готовы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Давайте. Интересно. Не будет сотка, а обязана быть сотка. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень классные, вообще колоритные. АПЛОДИСМЕНТЫ ООН Зделях первого мероприка Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Аминь, 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 аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. 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 стране, тем более практикующий такую музыку. Это невероятно тяжело. Я считаю, что это мировой уровень, что вы достойны мировой сцены. Мы, кстати, часто здесь спорим на тему того, что можно ли сравнивать сольных исполнителей и ансамбли, потому что многие считают, что в ансамбле можно спрятаться за кого-то. Нет, друзья. В ансамбле совершенно другого же рода работа проводится. Это нужно вместе слиться. Это же со-творчество. И вы потрясающие профессионалы в этом. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Брэндон Стоун. Я изначально сидел, я думаю, как-то нечестно. Все выступают в одиночку. И тут вышла группа и каждый из вас... Вот тот самый зритель. Вот тот самый зритель. Молодец, да. Потому что вас очень много, они поодиночке поют. Но когда я услышал... Я расслышал каждый голос. И каждый из вас поет уникально. Браво. А когда вы соединились в едино, особенно когда танцы пошли, все, я уже не мог удержаться. Потому что это очень круто. Браво вам за это. Спасибо. Вот, к сожалению, вы не прошли, но от меня огромный респект. Я насладился каждым моментом. Спасибо. Лариса Александровна Долина впервые встала быстрее Лазарева. Да, раньше. Знаете, очень сложно всегда собрать команду, чтобы тембрально разные голоса звучали как один. Это высший пилотаж. Я поздравляю вас от души. И удивлена моим коллегам по сотне, которые не встали. Потому что вы достойны 100 баллов. Абсолютно. Спасибо огромное. Сергей Лазарев. Вы потрясающе поете. Вы классный. У вас действительно свой стиль. Знаете, что меня сломало? Ваш настрой. Ни у кого почти не горели глаза от сцены. Я не понимаю, в чем. Вот правда. Вы выходили вот так вот. Как вот медленно вы вышли. Вы так и затянули как бы чуть-чуть. Ну, я не понял вот это почему так? Почему нет этого драйва? Почему этого внутри этого нет? Вот есть немножко такая снисхождение, как будто такое вот. Посыл такой. Я такое считал. Выходя на сцену. Дарите чуть-чуть больше искорки в глазах. Они так как будто... Ну, мы классные, конечно, мы знаем это. Да что, они помолились и вышли. Вы понимаете, что я... Какие мысли в глазах? Не проигрывайте раньше времени. И Господь живет. Они несут его. И вообще, вы теперь Moscow Gospel Baskov Team. Ребят, что я хочу сказать. Да, вы уже сделали самое главное. Во-первых, вы на всю страну спели такие знаменитые и потрясающие песни, которые прославляют творца. Во-вторых, вы финалисты суперсезона. Вы одни из лучших. Поэтому это самая большая победа. Я хочу от всей души от всего нашего проекта, от всего нашего коллектива поблагодарить. Лариса не встала. О май гад. И вдруг вы поднялись. Это очень круто. Это очень высокая оценка. Сергей. Лично. Поддержка. Потому что в прошлом сезоне чехвостил нас всю дорогу. А тут прям защищал... А он просто исповедался недавно. Тоже вариант. Я чехвостил, чтобы вы стали лучшей. Конечно. Посмотрите, какие вы классные. Мы преобразились. Спасибо. Низкий багло. Ребята, мы вас тоже благодарим. Спасибо за подаренное удовольствие, за ваш профессионализм. Но, к сожалению, мы прощаемся с вами. Громогласные аплодисменты всей сотни, всех телезрителей. Пускай сопровождают вас всю вашу творческую жизнь. Все участники суперсезона уже выступали перед сотней и знают все тонкости и нюансы шоу. Они не знают только одного. Как стать победителем? Последний исполнитель уверен, что у него есть правильный рецепт. Давайте спросим у лидеров, как с их мест ощущается накал борьбы. Итак, Сергей. Я, честно, болею за арпи, но сижу на втором месте. И накала страсти лично у меня нет. Я в таком удовольствии смотрю за мероприятием сегодняшним и просто счастлив, что я здесь. И спасибо вам большое за то, что... Это не мероприятие, Сережа. Мероприятие у тебя впереди. Это суперсезон. Суперсезон, да. Я просто хочу сказать, что я себе в первую очередь доказал, что я могу сделать так, чтобы я сидел в суперсезоне, в суперфинале с вот этой цифрой. Браво. И уже точно в тройке. А теперь я хочу спросить у Симона Куприной. Как тебе вот это напряжение? Это дежавю у тебя. Ты опять на третьем месте. Все повторяется. Все повторяется. Мы приходим сюда как на фестиваль, как на концерт. Я понимаю, что это суперсезон. Это очень-очень здорово. Спасибо, что пригласили. Я счастлива. Но сейчас выйдет очень крутая девочка. И посмотрим, что будет. Ты первая выступала, и ты посмотрела все выступления. Да, это приятно. Ну а что чувствует у нас финалистка? Арпи Абкарян. Я разделяю мнение со своими коллегами. У нас нет конкуренции, правда. Мы все очень дружные. Мы любим друг друга, уважаем друг друга. Мы тут за вас к лодке рвем друг к другу, понимаешь? Ругаемся. А у них все спокойно. Они дружны. Ну а как нам еще быть? У них нет никакой конкуренции вообще. Если мы не будем спокойными, мы не сможем показать хороший результат. Поэтому мы держим себя в руках в любом случае с уважением друг к другу. Браво! Какие достойные финалисты суперсезона. Но все может поменяться. Неважно, насколько высоки результаты лидера. Последняя участница настроена получить самый высокий балл. Ну что ж. Да, да, да. Последняя. Встречаем. До свидания. На сцене девятая финалистка суперсезона Дарья Крамова. Господи. Мне тоже жарко стало. Я все время нервничаю, как сам. Как будто сам выхожу на сцену. Да. По факту сейчас нужно сто. А это должно быть попадание в репертуар. Если братья-колдуны не встанут... Мы натравим на них шоу. Сашу шоу на них натравим. Да, да, да. Вот я Дашу не прощу ни одну неровную ноту. Вот не прощу. Она не имеет права спеть грязно. Даша Храмова. Не знаю. Она не имеет права. Мне кажется, она имеет права. Это, блин, конкурс. Но вот сейчас действительно сильнейшие, сильнейшие остались. Я не понимаю, честно, что сейчас должен сделать артист, чтобы войти в тройку лидеров. Быть собой. Не понимаю. Здравствуйте. Я финалист суперсезона Дарья Храмова. На моем выступлении я сидела и бледнела. Потому что все участники с первого номера начали набирать по 100 баллов. Так, давайте, покажите мне, сколько баллов набрали русский праздник? Завели! Стоп. Вот это начало! Вот это начало просто! Я уже сидела и думала, ну все. К моему выходу. Все просто устанут уже вставать. Спроси мое сердце, С кем хочет оно спеться. Спроси мою душу, Запреты все нарушит. Узнаешь После выхода в эфир первого выпуска Сергей Лазарев на странице у себя в социальных сетях выложил мое выступление с песней Спроси мое сердце Ани Лорак. Думаю, посмотрю комментарии, открываю и понимаю, что Ани Лорак, чью песню я исполняла, прокомментировала это видео и написала, что очень красиво. Это было очень неожиданно, приятно. И даже не могу описать спектр этих эмоций, ведь Ани Лорак это одна из моих детских кумиров. Я слушала ее альбомы с самого-самого первого. И когда я была маленькая, я покупала блокнотики своей фотографии. Для финала я решила выбрать очень особенную для себя песню. Признаюсь честно, я видела очень много видео, как ее исполняют другие певцы. Но честно, мне показалось, что эту песню они не смогли до конца раскрыть. И я решила, что рискну и попробую продемонстрировать свои чувства сегодня на финале. Супер битые, супер финалы, супер шоу. Я хочу прежде всего доказать самой себе, что и как сольный исполнитель я чего-то стою. Ой, богиня! Она, конечно, красотка. Платье хорошее. Здравствуйте, уважаемые, прекрасные, любимые. Сегодня настоящий праздник. я считаю, что это праздник музыки, праздник, который истинно любящий музыку человек не может не оценить. Спасибо за эту возможность сегодня стоять на этой сцене. И спасибо каждому из вас за то, что вы такие прекрасные. Как мне нравится ее платье. Как мне нравится ее образ. Внешне просто куколка. Просто куколка. Эти люди монстры, они невероятные звезды. Невероятные звезды. Но она волнуется, по-моему, сильно. Я что-то, по-моему, сам нервничаю больше, чем они все. Такой финал непредсказуемый. Ой, не могу. Все. Я вздрагиваю. Все, не могу. Как все страшно переживательно как-то за нее. Очень. Пообещайте мне любовь, пусть безответную узнаю в облике любом ее приметы. Я пойду покорно наугад куда поманите и не сверну с пути назад. Когда обманете, пообещайте мне любовь хоть на мгновение хочу изведать эту боль как откровение Я за собой сожгу мосты не зная жалости и все прощу но только ты люби пожалуйста люби люби пожалуйста люби люби пожалуйста пообещайте мне любовь такую нежную и мир для нас родится вновь маня надеждами чтоб разлилась живой водой и песней грустною любовь не может быть другой я это чувствую обещайте мне любовь хоть на мгновение хочу изведать эту боль как откровение я за собой сожгу мосты не зная жалости и все прощу но только ты люби пожалуйста люби 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 пообещайте мне любовь хоть на мгновение хочу изведать эту боль как откровение я я за собой сожгу мосты не зная жалости и все прощу но только ты люби спасибо люби люби будешь люби люби пожалуйста люби 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 98 баллов! А я сначала хочу спросить, конечно же, человека, который раньше всегда был у нас на стене в сотне. И до последнего не поворачивал голову, чтобы не видеть результат. Александр Шоу, давайте поприветствуем! АПЛОДИСМЕНТЫ Человек, который изменил судьбу после того, как Дарья стала участником нашего великолепного, невероятного шоу. Ну-ка, все вместе! Шоу забрал Дарью с шоу. Александр! Добрый вечер, дорогие друзья! А можно сейчас сказать как эксперту, как члену нашего совета экспертного? Вот как будто ты здесь в сотне. Мне просто интересно мнение сейчас Александра. Сереж, спасибо огромное. Рады тебя видеть безумно. Скучаем очень, кстати. Я рад вас видеть всех. Очень скучаем. Лариса Александровна, отдельный, лично персональный, вот так прям. Спасибо вам огромное. Вы знаете, здесь было три припева сегодня. В первом припеве это было просто... Этот припев меня покорил. Но если бы возможность была нажать на кнопку после второго припева, я бы ее не нажал. Жестко. Я думаю, ты похвалишь наоборот. Я говорю, как чувствую. Ну, за это мы тебя и любим. Вот за эту правду, которую ты всегда говоришь. Ну, вы спросили, я ответил. Саша, мы восхищены. А мы восхищены, что ты за эти два года сделал из Дарьи такую прекрасную вокалисту. Она и была прекрасна, и стала еще лучше. Спасибо вам, дорогие друзья. Если бы она не была прекрасна, не работала бы с Сашей. Да, это сто процентов. Но прежде чем мы продолжим, я хочу спросить Саша Санта. Друзья, для меня это один из самых волнительных и самых нервных номеров. Я очень хотел, чтобы Симона осталась здесь. Я себя удерживал до последнего. Но я не смог себя удержать, потому что у меня все в мурашках. Я ничего не смог сделать. Симона, прости меня, пожалуйста. Но когда это круто, ты понимаешь, да? Спасибо всем за этот кайф. Ребятам удачи. Я смотрю, ты весь в булавках. Ты пришел, чтобы тебя не сглазили. Да, так, а я иду дальше к Олегу Владе. Олег, ты понимаешь, что сейчас уже решается твоя судьба? Уже ноты кипят, как говорится. Уже музыкальный стан трепещет. Ты встал в самом конце. Вот что это такое было? Ты наслаждался или ты не знал, что тебе делать? Я, понимая, безусловный талант Даши, голосовал, наверное, да, все-таки за него, как за абсолютную величину. Но не за, наверное, сегодняшний номер как таковой. Потому что это, ну, чуть-чуть меня, наверное, не задело вот какую-то глубину. Что ж вы встаете в золотом квадрате и начинаете говорить, меня не задело, я бы не проголосовал. А как можно пройти мимо абсолютного таланта? А это, безусловно, так. А вот Константин, один из участников хора турецкого, правда, без самого турецкого, ведет себя, как говорится, на фоне всего хора турецкого очень безобразно. В красном квадрате. Кстати, Саша, запомни этого человека. Мы с ним ходим в одну парикмахерскую, международные. Вы с ним ходите в одну парикмахерскую, это заметно. Все-таки тебя лучше стригут. Друзья, на самом деле, Дарья, вначале я влюбился и чуть не подорвался. Но я ждал продолжения, и оно куда-то исчезло. Меня вы немножко недодержали в своем сердце или себя в моем, вот всю эту песню. Да нет, я вообще не понимаю. Вы выискиваете каких-то блох на самом деле? Да, вечно. Потому что, по сути... Придираются, придираются. Да, по сути, вы посмотрите, какое филигранное исполнение. Она полной тональности. Какая нежность была передана в песне. Она девочка. Вот она была девочкой. Абсолютно такая девочка. Она не девочка, она дива. Нет, ну девочка трогательная, которая говорит, пообещайте мне любить. Это же все актерски сыграно было. Мы, конечно же, ждали, что пообещали, чтобы на третьем куплете раскрылось все. Пообещайте мне любить, пообещайте, да. Слава Богу, что не так. Я знаю. А вот Лариса Александровна Долина поднялась на 14 секунде. Вот я очень жесткий критик, и многие об этом знают. Но здесь вообще нет причины, чтобы к чему-то придраться. Во-первых, бездна вкуса, музыкальность, правильное прочтение песни, правильно расставленные акценты. Все красиво, филигранно. И главное, что вот есть предложение, есть фраза. Ее нужно обязательно спеть так, как задумал поэт. Было такое ощущение, что вы не поете, а разговариваете с нами. Вот это высший пилотаж. Браво. Сергей Лазарев. Я лишь присоединяюсь к тому, что сказала Лариса Александровна. Потому что действительно на сцене абсолютно актриса, артистка, певица. Это был монолог, это было исполнение. Для меня это трогательная девушка, которая абсолютно проживает на сцене то, о чем она поет. От начала до конца. И я действительно верил всему, что вы делаете. Вы невероятно красивая девушка. Вы невероятно талантливая девушка. Вы крайне всех поразили в отборочном туре нашего суперфинала. И я понимаю, какая это ответственность была выходить уже девятой участницей сегодня с такой планкой высокой, с такими высокими баллами. Мне безумно приятно, что у нас такие финалисты сегодня, такой пьедестал. Мне безумно обидно, конечно, что Симона покидает наше шоу. Но свыше 90 баллов, это значит, что по факту почти 100. Вы все достойны этих аплодисментов. И я сегодня вставал на каждого исполнителя. Потому что мне не стыдно ни за одного финалиста. Я считаю, что все те люди, которых мы отобрали в этот финал, они все достойны этой кнопки. Молодцы. Браво. Огромное спасибо всем участникам. Дарья Грамова занимает третье место в тройке лидеров. А мы прощаемся с Симоной Куприной. Симона, браво. Спасибо всем огромное еще раз за все наставления, за все добрые слова, за все плохие какие-то слова. В общем, вы невероятные. Я вас люблю. До новых встреч. Я думаю, что мы еще увидимся. Спасибо. Обязательно, Симоночка. Пообещайте мне любовь, спела Дарья Грамова. Уверен, ее ждет немало зрительской любви. А мы на сто процентов можем пообещать лишь одно. У нее есть все шансы на победу. Как она поет с душой. Я говорю, она вот поет с душой. По мне вот она поет с душой. Впереди решающие дуэли. Я желаю всем удачи. Ой, ну давайте. Интересно. Финал будет интересным. Сейчас надо жестокими быть на своем деле, потому что всех хорошо поют. Сейчас все изменится тогда кардинально. Да, конечно. Но я почему-то думаю, что выйдет все-таки Армяночка на первое. Я, честно говоря, больше всего переживаю за Сергея, потому что у него в прошлом были какие-то скованности. Если ему удастся это преодолеть... Самое интересное, что Сереге в этой скромности очень хорошо. Он как-то совсем привык и свыкнулся с этой мыслью, что он должен быть вот таким. Они мечтали оказаться в тройной дуэли. Эта мечта осуществилась. Осталось собрать силы для последнего рывка и победить. Все результаты обнуляются, а значит мы можем начинать. Первой на сцену выходит обладательница третьего места. Дарья Храмова! Я вижу прям ее победительницу, если не могу поделать. Мы обещаем все тебе любовь. Дашка, давай. Мы в тебя верим. Давай, малышка, удачи тебе. Ой, как красиво. Это абсолютная ее песня. Let it stay this way Can't let this moment end Take my hand Will you share it with me This darling without you All the shine of a thousand spotlights All the stars were still All the nights I will never be enough Never be enough Time is so cold, but still too little This house could hold the world, but it'll never be enough Какой-нибудь красивый этот, аккуратный Очень-очень Let it be enough For me Never, never Never, never Never For me For me For me All the shine of a thousand spotlights All the stars were still from the night All the stars were still from the night I will never be enough Never be enough Oh, towers of gold are still too little This house could hold the world, but it'll never be enough 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 Never enough Never enough Never enough Never enough Never enough For me For me For me For me For me А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! В конце выступления всех участников Но это было потрясающе Меня накрыло за сценой такой волной Я просто даже не знаю, что сказать Я только тебе скажу одно У тебя такой уникальный тембр Который просто утаскивает за собой Александр Вячеславович меня учит каждый раз Даша, мелизмы не главное Любые ноты не главное Спой так, чтобы человек тебя услышал И для меня это было так трепетно сегодня Я так благодарна за эту возможность Спасибо вам огромное Это такое счастье Возвращайся в тройку И уступай эту сцену Сергею Павловскому Я тебе желаю Всего самого лучшего Соберись Как будто до тебя никто не выступал Все будет хорошо Расслабились Убрали Эту Зажиматость Зажимность Волнение Зажимучесть Зажимучесть Мучучачачесть Ягодички Расслабили И вперед Мы в тебя верим Как трудно тебя любить Ты так от меня далека Как трудно мне позабыть Твой голос Каждое слово от тебя в сердце Прямо на мой взгляд Созав пока Минуты сложить в года Быть самым далеким И самым близким Не плачь Я хочу побыть с тобой В этой комнате пустой Я хочу тебя обнять и к груди своей прижать. Верни мне надежду и любовь, умоляю вновь и вновь. Прошу, верни мою любовь. Как трудно тебя понять, ты так от меня далека. Моей любви не унять, уже не остановиться. Хочу я твой нежный взгляд скорей вернуть назад. Но рядом со мною чужие лица. Не плачь. Я хочу побыть с тобой в этой комнате пустой. Я хочу тебя обнять и к груди своей прижать. Верни мне надежду и любовь, умоляю вновь и вновь. Прошу, верни мою любовь. Сергей, мы возвращаем тебе любовь зрителей. Сереж, подожди, куда ты пошел. В зале сидит Александр Шоу. Ты пел его песню. Ты не хочешь узнать или хотя бы посмотреть в его глаза? Что он тебе скажет? Честно, волнительно. После того, как он сказал своей, так сказать, партнерши по сцене и такие слова, то что ждет меня? Я могу выйти на сцену и показать, как надо. Покажи нам. Давай, Саш. Как надо? Такого в финале еще не было. А капелла сейчас? У нас нет музыки? У нас музыки нет, а то сейчас все проголосуют за тебя. Да. Как трудно тебя любить. Ты так от меня далека. Как трудно мне позабыть. Твой голос родной и близкий. Текст. И припев. Не плачь, я хочу добыть с тобой. Ну, он так и спел, Саш. Нет. Ну, естественно, кроме тебя никто не поет лучше. Александр Шоу, ваши аплодисменты. Саша. Брам. Вернись в сотню. Нам не хватает твоих едких комментариев. А вы не поняли меня. Вы не поняли меня. Про слова, про текст. Смысл текста. Микрофон, это вещь, с которой нужно обращаться очень аккуратно и осторожно. Как трудно тебя любить. Этого делать нельзя ни в коем случае. Так он этого и не делал. Вот что я хотел сказать. Зато был прекрасный бесплатный класс от мастера Александра Шоуа. Сереж, в любом случае я тебе могу сказать только одно. Долина стояла на твоем выступлении. С 16-й секунды. О чем еще можно мечтать? Иди в тройку лидеров. То, что сейчас показал Шоу, это просто жесть. Вот я ему не поверю. Я тоже не поверю. А вот этому Сергею я верю больше. Согласен, согласен. А я приглашаю на эту сцену. Арпи Абкарян. Вот сейчас если справится с эмоциями своими. Вот сейчас если справится с эмоциями, то что на все. Дай я хоть пощупаю, откуда ты берешь эти звуки. Откуда-то. Откуда-то. С Богом. Спасибо. Но она, наверное, на русском будет что-то исполнять. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Браво, Арпи Абхарян Присоединяйся к участникам на подиуме Ой-ой-ой-ой-ой Как непредсказуемые результаты сегодня у нас Мы продолжаем суперфинал суперсезона Ну-ка все вместе! Тройка финалистов выступила И сейчас мы узнаем Наименьший результат Имя бронзового призера суперсезона С результатом 85 баллов Третье место занимает Арпи Абхарян Для оглашения имени победителя суперсезона Я приглашаю на сцену Двух оставшихся финалистов А также прошу спуститься к нам Лидера сотни Сергея Лазарева Я жду вас Дарья Храмова и Сергей Павловский Прежде чем мы узнаем результаты и имя победителя Я хочу поблагодарить всю сотню За их большой труд и невероятный профессионализм За ваши горящие сердца И конечно же спасибо вам За то, что вы воспитали такого лидера Сергей Лазарев Друзья, вы знаете Мы действительно не просто так придумали этот суперсезон Это настоящий праздник Праздник для членов жюри Для сотни Праздник для финалистов прошлых сезонов Ну и конечно это самое главное Что это праздник для наших телезрителей Спасибо вам огромное каждому За ваши голоса За ваш профессионализм И до встречи в пятом сезоне Отдельно я хочу поблагодарить Ларису Долину За то, что она украсила наш суперфинал Но не просто украсила Она была достойным экспертом Так как она является нашей выдающейся и неповторимой Любимой всенародной певицей Ну и отдельных абонисментов безусловно заслуживает наш потрясающий ведущий Николай Басков Коля Спасибо тебе за твой юмор За то, что ты так всегда с извинкой общаешься со мной С чудинкой С чудинкой И с такой любовью к каждому эксперту и к нашим конкурсантам Спасибо тебе Я держу в напряжении это шоу Потому что оно в моих руках В ваших голосах И в ваших эмоциях И все вместе Мы Ну-ка Все вместе И казалось бы, должен гимн начаться Да, весь мир у нас в руках А нет Мы должны еще победителя объявить Что ж, самый волнительный момент Настало время Узнать, кто стал Лучшим вокалистом суперсезона Кто победил в нашей невероятной вокальной битве Кто стал чемпионом И кому Олег Влади напишет супер хит Которым он или она откроет наш пятый сезон Вы готовы? Да Покажите результаты Победителем суперсезона Ну-ка Все вместе Становится Сергей Павловский Друзья Все-таки Участь Варвары Убель Сначала Сергей погибнул Мы вернули его И он победил В песне Александра Шоу Он побеждает В этом суперсезоне Но мы в любом случае Поздравляем всех Виналистов Потому что они были Лучшими Из лучших Браво! Давай пригласим и Арпи к нам Арпи Абхарян Бронзовый призер Дважды Дважды бронзовый призер Арпи, я дважды бронзовый призер Я на третьем месте дважды Это стабильность Это стабильно Так что это хорошо Да Я приглашаю на сцену Всех финалистов суперсезона Самого масштабного Народного вокального проекта Ну-ка все вместе Он был самым громким И самым мощным За все время Он был таким Благодаря всем вам Всем нашим участникам Экспертам И телезрителям А теперь Давайте еще раз Споем наш гимн Ну-ка Все вместе Пустили у нас в руках Мы звезды континента Прожили в утра Родят и грандурят нас Мы к вам заехали на час Приехал Жу-ре-о А ну скорее любите нас А ну скорее любите нас Благодаря всем вам Пустили у нас в руках И все вместе Лучше по-хорошему Ну-ка все вместе Ужи развеси Люблю вас!